Партнер рубрики компания МТС. Есть школа, детский сад, администрация и, конечно же, Почта России. И это единственное село в Самарской области, где нет асфальта. Почва здесь, жирный чернозём, после дождя становится непроходимой. Поля засаживают, но задорого продавать карма не могут. Нет зернохранилищ. Каждые выборы жителям обещают построить зернохранилище, но это лишь обещание. Люди бегут из села в поисках работы и оседают там, где им комфортно. В канун Еврейского Нового года блогер Миша Робби предлагает вспомнить историю Самарской синагоги. В 1903 году был заложен первый камень Большой синагоги на одну тысячу мест. Строительство возглавил известный самарский архитектор и инженер Зельман Беньяминович Клинирман. Открытие и освещение синагоги состоялось 31 августа 1908 года при громадном стечении публики и стало настоящим праздником для города. У побывавших в синагоге осталось впечатление грандиозности и величественности самого здания и его интерьера. Самарская хоральная синагога включена в список десяти лучших в мире. В 1929 году ее закрыли и разместили там Дом культуры имени Коминтерна. Затем в начале 30-х синагогу реконструировали под хлебзавод. В конце 1994 года здание было возвращено еврейской общине, но до сих пор оно находится в крайне плачевном состоянии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова